Всем привет дорогие друзья! В сегодняшнем видео я покажу вам, как создать длинные тени в программе Adobe After Effects. На примере покажу создание вот таких простых титров. И вот такие простые титры у меня получились с такой длинной тенью. Итак, приступим к их созданию. Для начала нам нужно создать новую композицию. Итак, идем во вкладку Composition, New Composition. Итак, длительность нашей композиции ставим на 5 секунд. Итак, Background Color здесь не важно. Нажимаем ОК. И новая композиция у меня создалась. Теперь нам нужно создать новый слой с нашим фоном. Итак, для этого идем в Layer, New, Solid. И создаем его каким-либо цветом, только не черным. Вот, например, вот таким вот красноватым. Итак, нажимаем ОК и ОК. И вот такой фон у нас получился. Теперь нам нужно создать какой-нибудь текст. Итак, выбираем инструмент Text вверху и напишем какой-нибудь текст. Итак, есть. Вот мы текст написали, расположим его посередине нашей композиции. Теперь нам нужно создать какую-либо анимацию с нашим текстом. Чтобы ее не делать вручную, у нас есть пресеты в After Effects. Итак, идем во вкладку Effect and Presets. Открываем ее. Далее мы видим первые списки Animation Presets. Итак, открываем этот свиток. Далее ищем Text. Итак, открываем свиток Text. Итак, здесь Animate In. Открываем этот свиток. И есть у нас здесь такой эффект, который называется Fade Up and Flip. Итак, берем его и перетаскиваем на наш текст. Итак, перетащили. И теперь, если мы ползунок будем двигать, мы видим, что наш текст вот так вот прекрасно появляется. Сначала одно слово, потом другое. Ну, в принципе, такая анимация нас устраивает. Ну, в принципе, можете взять какой-либо другой пресет и кинуть его на текст и будет другой. Но меня устраивает именно этот. Итак, теперь нам нужно создать саму тень. Итак, для этого идем, выбираем сначала наш текстовый слой, идем во вкладку Effects, заходим Blur Sharpen и выбираем здесь эффект, который называется CC Radial Fast Blur. Итак, выбираем его. Как мы видим, текст у нас начал светиться. Итак, здесь у нас в эффектах в параметрах Amount вместо 50 мы ставим на 100. И как мы видим, наш текст стал вот так вот прям сильно светиться. Это то, что нам нужно. Итак, теперь крутим колесико мыши немного назад, чтобы отдалить нашу композицию. И теперь нажимаем здесь на центр Radial Fast Blur. Нажимаем здесь на центр, вот здесь вот нажимаем, и у нас появилось вот такой вот крестик. Итак, ставим его где-то вот сюда и нажимаем левой клавишей мыши. И как мы видим, если приблизим, у нас появилась вот такая вот белая тень, как бы, да, как бы в сторону у нас идет. Как бы источник света мы поставили вот сюда, и как бы тени у нас падают, как мы видим, вправо и вниз. То, что нам и нужно. Теперь нам нужно сюда добавить более цвета нашей тени. Для этого выбираем опять же наш текстовый слой, чтобы был выбран. Опять идем во вкладку Effects и далее ищем вкладку Made. Итак, заходим в Made, и здесь у нас есть эффект Made Choker. Итак, выбираем его. Здесь в параметрах, что мы здесь делаем. Итак, видим здесь Geometric Softness. Мы вместо этого параметра, вместо 4 ставим 0. Далее, что мы видим, Gray Level Softness 1 также ставим на 0. И Gray Level Softness 2 мы ставим вместо 100% на 0. И здесь у нас есть параметр Choke 1. Мы этот параметр вместо 75 ставим на максимум влево. Итак, на минус 127. И как мы видим, наша тень стала такой прям белой, сильно такой белой. Итак, теперь нам нужно изменить цвет нашей тени вместо белой на черную. Для этого мы опять же заходим в эффекты, Gain Right, и ищем здесь эффект, который называется Fill. Итак, выбираем его. И как мы видим, наша тень стала такой красной. Итак, в параметрах этого эффекта у нас есть параметр Color. Мы выбираем цвет вместо красного на черный. Итак, выбрали его. Как мы видим, наша тень стала черной. Итак, опускаемся ниже, opacity ставим вместо 100% на 25. То есть, это у нас будет прозрачность такая. Но, в принципе, можете поставить, например, 61% или меньше. В принципе, такая тень, какая вам и нужна по жирности. Но я поставлю на 25%, меня это устраивает. Но, как мы видим, у нас тень появилась, а самого текста у нас не видно. Чтобы это исправить, мы должны продублировать наш текстовый слой. Итак, выбираем наш текстовый слой и нажимаем клавиши Ctrl плюс D. И как мы видим, дубликат слоя у нас создался. И теперь выделяем вот эти все эффекты, которые у нас в верхнем текстовом слое, и удаляем их. Итак, удаляем это все. А CC Radial Fast Blur мы просто этот эффект скроем, чтобы у нас не был он виден. И как мы видим, наш текст появился. И вот так у нас появляется красиво. Итак, теперь как же сделать свечение, которое я делал в начале нашего урока. Итак, для этого нам нужно создать еще одну копию нашего верхнего текстового слоя. Итак, нажимаем клавиши Ctrl плюс D. Опять же создаем копию. Итак, теперь здесь в верхнем текстовом слое мы активируем CC Radial Fast Blur. Итак, активировали. Как мы видим, беленькая у нас тут появилась. И теперь нажимаем здесь на центр, здесь на такую мишеньку. Нажимаем на нее. И вот этот вот крестик наводим на центр нашего текста. Итак, набили. И как мы видим, текст у нас вот так хорошо засветился. Итак, как же сделать, чтобы это свечение появлялось тогда, как нам и нужно? Итак, передвигаем ползунок на то место, где у нас свечение не должно еще быть. Вот, например, текст у нас вот только появляется. Вот у нас здесь свечение еще не должно быть. Для этого выбираем наш текстовый слой и нажимаем клавишу T на клавиатуре, чтобы открыть параметр opacity. Итак, активируем часики. Как мы видим, они у нас активировались. И параметр ставим этот на 0%. То есть у нас не будет никакого свечения. Далее немного ползунок мы передвигаем вперед. И ставим этот параметр на 100%. Итак, поставили на 100% и у нас свечение появилось. Вот как мы видим. Вот у нас текст появляется. Далее у нас идет вот так вот свечение. Потом передвигаем немного ползунок вперед и опять же ставим на 0%. Далее передвигаем еще чуть-чуть вперед и поставим уже на 100%. Итак, посмотрим, что у нас получилось. Нажимаем на клавишу Ramp Preview справа. И вот как мы видим, наше свечение вот так вот появляется. Но дальше, как мы видим, свечение появилось и дальше никуда не уходит. Это потому, что у нас здесь, как мы видим, идет сначала 0% opacity, потом идет 100%, потом идет опять же 0% и дальше 100%. И потом мы опять же должны поставить 0%, чтобы наше свечение это пропало. Итак, ставим 0%. Итак, вот у нас появляется первое свечение, потом пропадает. И далее появляется второе свечение и сразу же пропадает. Но как же сделать, чтобы первое свечение у нас было менее таким ярким, а второе более таким ярким? Итак, для этого у нас есть параметр Amount. Итак, для этого мы что делаем? Вот, когда мы переместили ползунок вот сюда, да, когда у нас первое свечение появилось на 100%, мы активируем параметр Amount. Итак, этот параметр мы ставим поменьше. Где-то, я думаю, где-то, где-то High будет на 70%. Да, вот так вот. Я думаю, вот так будет светиться или даже побольше поставим. Где-то на 80%. Я думаю, где-то вот так. Итак, далее перемещаем ползунок. Там, где у нас должно 0 быть процентов. И перемещаем дальше, где у нас должно появиться, опять же, этот эффект свечения, только уже с большим Amount. Итак, ставим здесь на 100%. Итак, что мы здесь увидим? Вот у нас появляется первое свечение, пропадает и дальше идет второе. Итак, посмотрим, что у нас получилось. И вот, как мы видим, наше свечение появляется, но не слишком быстро как бы появляется. Для этого мы можем ключи просто подвигать так, как нам и нужно. Просто берем вот эти вот ключи opacity, мы немного передвигаем. Вот, я думаю, где-то вот так. Потом еще ключики двигаем вот так. Вот так. Вот у нас идет первое свечение. Оно загорается у нас более медленнее. Потом оно у нас исчезает. И загорается более яркое свечение, как бы быстро вот так вот. Но я думаю, еще вот, чтобы оно в ноль уходило медленнее. Итак, посмотрим, что у нас получилось. И вот, как мы видим, вот такие вот замечательные титры у нас получились. Текст вот так вот появляется, и вот такое свечение у нас появляется. И вы это свечение можете регулировать так, как вам и нужно, по длительности, по яркости и так далее. Но сейчас создадим еще одну строчку, как бы название нашего канала, например, или еще что-то дальше, как бы при появлении второй вспышки. Итак, для этого создадим еще один текстовый слой. Итак, нажимаем здесь на текст и создаем какой-нибудь еще текстовый слой. Хай будет мой канал. Какая разница, что мы здесь напишем. И вот так вот за уголочек мы этот текст уменьшаем. Вот, поставим его под нашим первым текстом. И теперь нам нужно сделать так, чтобы эта строчка появлялась во время второй вспышки. Итак, перемещаем ползунок в то место, когда у нас вспышки еще нету, вот этой вот яркой. Заходим в параметр opacity нашего текстового слоя, нажимаем клавишу T. Итак, opacity, активируем часики и ставим на 0%. Далее перемещаем ползунок в тот момент, когда у нас текст должен появляться. Итак, где-то, я думаю, вот здесь у нас уже пропадает наше свечение. Ставим на 100%. Итак, поставили на 100% и теперь посмотрим, что у нас получилось. И вот, как мы видим, вот такие вот замечательные титры у нас получились. Но не хватает вот здесь как бы небольшой темной обводочки. Чтобы ее создать, нам нужно создать еще один Solid слой. Итак, для этого идем во вкладку Layer, New и Solid. И создаем его черным цветом или каким-либо другим. Итак, нажимаем ОК и ОК. И вот у нас Solid слой создался. Теперь нам нужно создать здесь маску в форме эллипса. Итак, здесь выбираем вверху. У нас тут будет стоять Rectangle Tool. Мы выбираем здесь Ellipse Tool. Итак, выбираем. И теперь нажимаем двойной клик левой клавишей мыши по нашему эллипсу. И вот у нас получился вот такой вот эллипс на весь экран. Итак, теперь параметр наложения нашей маски, нашего эллипса, мы меняем вместо Add на Subtract. То есть у нас было черное в середине, а теперь черное снаружи. Итак, Black Solid наложение в моды мы меняем вместо Normal на Overlay. Итак, поменяли. Теперь открываем параметры маски 1. И маск Feather мы увеличиваем. То есть размытие, я думаю, где-то вот так. И маск Expansion также увеличиваем. И маск Опасити уменьшим. Немного уменьшим прозрачность. Вот так, я думаю, будет нормально на 55% Опасити. Итак, посмотрим, что у нас получилось. Нажимаем на клавишу RAM Preview. И вот, дорогие друзья, вот такие замечательные титры с длинной тенью у нас получились. Как мы видим, тень у нас двигается вместе с анимацией нашего текста. И вот наш урок подошел к концу. Если вам понравилось это видео, то обязательно ставьте лайки, пишите комментарии. И не забывайте подписываться на мой канал, если вы еще не подписаны. А также пишите в комментариях новые идеи к новым видеоурокам. Также напомню, что у нас работает паблик ВКонтакте. Обязательно заходите и подписывайтесь на этот паблик. Итак, с вами был Влад, друзья. И до новых встреч и до новых видеоуроков. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok